Сегодня в воинской части 55-18 Национальной гвардии прошел ежегодный технический осмотр. Надежна ли военная техника и готова ли выехать на выполнение любого задания, узнала моя коллега Лаура Сложанова. На исправность и укомплектованность проверили военную технику, вооружение, инженерное имущество, имущество радиохимической и бактериологической защиты и средств связи части. К техосмотру военнослужащие готовились основательно. Ежегодный осмотр техники проходил в стенах воинской части 55-18 Национальной гвардии. По результатам проверки вся техника находится в рабочем состоянии и готова выехать на выполнение любого задания. Сегодня мы приехали в воинскую часть 55-18 Национальной гвардии, чтобы провести технический осмотр. Также проверить готовность не только техники, но и подготовку офицеров и водителей. Такие мероприятия проходят у нас на ежегодной основе. Порядок в армии здесь все строго и безупречно. Надлежащий вид должен быть не только у военных, но и у спецтехники. БТРы, Уралы, КАМАЗы, а также бронетехника здесь все представлено. Например, эта бронетехника называется «Тигр». И на исправность такой машины уходит около 25 минут. Скорость у данной бронетехники составляет 160 км в час, а также вес этой бронетехники составляет около 7 тонн. По словам специалистов, если в транспортном средстве обнаружат более 10% нарушений, то оценка будет неудовлетворительной. А вот за положительную оценку военнослужащих ждут поощрения в виде грамот и благодарственных писем. Основными задачами проведения готового технического осмотра является подготовка вооружения, военной техники к осмотру, поддержание постоянной боевой готовности, проверяется содержание автобронетанной техники, техническое состояние автобронетанной техники. Также проверяется состояние ухода вооружения, боеприпасов. Стоит отметить, что боевая готовность подразделения Национальной гвардии во многом зависит и от способностей техники. В свое время надо ставить личный состав в назначенный участок.